Добрый день, коллеги. У нас произошел небольшой форс-мажор, и одна из презентаций, следующая, была заменена буквально в последние два дня, поэтому я нынешнюю презентацию и последующую постараюсь объединить. Но посвящена она также пациентам с опухолями головы и шеи. Я еще хочу сказать, вчера, например, на первой сессии Ольга Елена Александровна сказала, что самые тяжелые пациенты – это пациенты, страдающие раком эндометрии. Действительно, это женщины с ожирением, с кучей сопутствующих заболеваний. Но я вот уже несколько лет занимаюсь пациентами опухолей головы и шеи. С опухолями головы и шеи хочу сказать, что тяжелее пациентов за свою рабочую жизнь с точки зрения химиотерапевта не встречала. И Светлана Игоревна говорила о том, что у нас мало опций для лечения каких пациентов, что пациенты очень тяжелые, но мне досталось когорта пациентов с еще меньшей опцией для лечения, потому что это уже те, которые запрогрессировали после первой линии химиотерапии. Итак, я бы хотела, чтобы вы ответили на два вопроса. Голосование включите, пожалуйста. Не вижу. Коллеги, ответьте, пожалуйста, определяете ли вы статус PDL1 при выборе второй линии терапии плоскоклеточного рака головы и шеи? Три варианта ответов. Определяю еще при выборе первой линии, определяю при выборе второй линии, когда дошло до этого дела, и не определяю никогда. Ответы, пожалуйста. У нас 10 секунд, а это оказывается, когда стоишь на трибуне, очень много. Я считаю. Хорошо. Ответы выложите, пожалуйста. Да, но половина, больше половины коллег ответили, что уже определяют при выборе второй линии терапии. Хорошо. Я пока не буду комментировать. Я надеюсь, что мы прокомментируем это в результате презентации. И еще один вопрос. Проводите ли вы вторую линию химиотерапии, противопухолевой терапии пациентам с раком головы и шеи, имеющим статус по шкале ЭКОК больше двух? Да, нет, иногда. И ответы, пожалуйста. Да. Ну, радостно слышать. Я думала, честно говоря, что будут другие ответы. Хорошо. Спасибо большое. И презентации, пожалуйста. Так, сори. Итак, выживаемость. Вот этот слайд старый, да, по выживаемости. И Светлана Игоревна говорила о том, что пациенты эти тяжелые. Живут они недолго без лечения. И на самом деле опции для лечения у нас совсем недавно было совсем мало. Мы и до сих пор используем те же самые препараты, фактически токсаны, платину и цитоксимаб. Еще несколько лет назад я на лекциях говорила, что это вот прям золотой препарат, который у нас на сегодняшний день есть. Но я хочу сказать, на самом деле мало того, что эти люди живут мало, но они еще и с безумным качеством жизни. То есть качества жизни у них, как вы понимаете, нет никакого. То есть они либо приходят к нам в таком состоянии, либо они на фоне лечения. Либо в любом случае прогрессирование-то наступает, они появляются у нас. И вот этим людям нужно что-то предложить для лечения. На сегодняшний день я хочу обратить внимание. Действительно, в нашу жизнь ворвалась иммунотерапия. И уже даже во второй линии терапии в стандарты, в нашей рекомендации Ассоциации онкологов Северо-Запада, в которых мы действительно принимали участие в обсуждении, введены два препарата из иммунотерапии. Это Ниволумаб и Пембролизумаб. Обратите внимание, фраза идет в рекомендациях с целью повышения выживаемости пациентов. И до прогрессирования или до развития неприемлемой токсичности. То есть мы этим пациентам проводим не один, не два, не три и не шесть пресловутых циклов иммунотерапии, химиотерапии. Пациентов этих нужно лечить до того момента, пока не разовьется либо неприемлемая токсичность, либо не зарегистрируйте прогрессирование заболевания. Только не нужно считать, нужно помнить еще о ложном прогрессировании заболевания на иммунотерапии. И мне очень нравится фраза исследователя из Ельского университета о том, что по ее глубокому убеждению, если пациент даже прогрессирует на фоне терапии Пембролизумабом, продолжительность его жизни в любом случае увеличивается. И почему-то у меня не все слайды, я прошу прощения. И еще хочу. На самом деле у нас в течение последних лет были вынесены за рамки рекомендации по лечению пациентов со статусом ЭКОК. Больше или два, я понимаю, что у меня, что-то у меня, да, перепрыгивает слайды. У нас были вынесены за рамки пациенты со статусом ЭКОК-2. Почему-то мы решили, что их не нужно лечить. И я хочу сказать, что в этом году, уже в ноябре 2000 года, вышли новые рекомендации Русска, а мы работаем по рекомендациям Русска и ПАУР. И туда, слава богу, вошла монотерапия для пациентов, имеющих статус по шкале ЭКОК. И я прошу прощения, у меня перепрыгнули слайды. Еще у нас есть опция афотиниб для лечения пациентов во второй линии с плоскослеточным раком головы и шеи. Опять же, до прогрессирования, либо неприемлемой токсичности. Исследования проводились только по зарубежным исследованиям. Опять же, для улучшения безрецидивной выживаемости. Что же в Европе? То есть мы, с одной стороны, появились наши рекомендации, мы в последние годы работаем по рекомендациям, и мы считаем, что либо они нас ограничивают, либо они нас как-то контролируют, либо они нам как-то мешают клинически мыслить. На самом деле, мы работаем в рамках рекомендации, чтобы не сделать хуже пациенту. Но, по сути дела, давайте посмотрим, соотносятся же наши рекомендации с международными. Итак, алгоритм, который предлагает ЭСМА. Пациентам, например, разложим их по частям. Пациенты, которые не получали платина, содержащую химиотерапию, в течение последних полугода, имеют ПДЛ-позитивный. Предлагается монотерапия пембролизумабом или пембролизумаб в сочетании с химиотерапией, но и возможны варианты. Либо это, опять же, химиотерапия, цитостатики, или если есть противопоказания к иммунотерапии, либо это симптоматическая терапия. Еще раз, это вторая линия терапии. То есть мы уже на полном праве можем отправить пациента на симптоматическую терапию, если больше не можем ему ничего предложить, если наше предложение ухудшит его качество жизни. И вторая часть пациентов, которые не получали платины, препараты платины в течение последних полугода, у которых не было выполнено ПДЛ-исследование. Пембролизумаб вместе с цитостатиками, либо, если невозможно, проведение иммунотерапии, цитостатики, либо, опять же, симптоматическая терапия. Пациент не получал платины препараты в течение полугода, ПДЛ-1 негативный. Опять же, цитостатики вместе с цитоксимабом, либо цитостатики плюс пембролизумаб. Итак, я хочу обратить внимание, что, по сути дела, получается, что нам не всегда и не обязательно выполнять ПДЛ-исследование для того, чтобы назначить пембролизумаб пациентам с опухолями головы и шеи, по крайней мере, во второй линии. То есть мы можем использовать, мы, не определяя или не зная вот этот статус, не можем назначить пембролизумаб монотерапию. А если мы можем назначить вместе с цитостатиками, то здесь мы можем игнорировать наши знания или возможность определения такой опции. Ну и если пациент запрогрессировал в ближайшее время после получения препаратов платины, но не получал никакого другого лечения, то мы, опять же, даем ему неволумаб или пембролизумаб. И если есть противопоказания к иммунотерапии, то мы можем воспользоваться опцией цитостатиков либо таргетной терапии. Но если пациент уже получал и то, и другое, то есть мы всегда ориентируемся к химиотерапии, то очень важен анамнез пациента. То есть нам неинтересно рак головы и шеи, плоскоклеточный, вторая линия химиотерапии. Я всегда спрошу, что он получал, в какие сроки, какие осложнения были, какой был эффект. У нас тут шли разговоры о том, а что он назначить в этом случае, если он запрогрессирует, потому что мы всегда оглядываемся назад, что у нас уже было, что уже у пациента было. И я хочу все-таки с обнадеживающим слайдом закончить о том, что появление в нашем арсенале новых препаратов, уже не только цитостатиков и таргетных препаратов, мы от них не отказались. Но иммунотерапия все-таки позволит, я очень надеюсь, что позволит и продлить и жизнь, и качество этих многострадальных пациентов. И с вашего позволения я тогда сразу же следующую презентацию, следующую поставьте, пожалуйста. Я надеюсь, что она будет продолжением предыдущего выступления. Но имелась в виду клиническая ситуация, но так как тут за один-два дня мы клиническую ситуацию никакую не подобрали, давайте мы попробуем с вами пролечить абстрактного больного с опухолей головы и шеи. Фотографии – это не пугалки наши, да, Анастасия Ахмедовна, это наша ежедневная жизнь, это пациенты наши, ее пациенты общие, которые каждый день у нас перед глазами. Я хочу напомнить, что эти пациенты обладают дополнительными факторами плохого прогноза для лечения. Это, как правило, пациенты старшей возрастной группы, это пациенты, уже имеющие неполноценное питание в силу либо своего жизненного статуса, либо просто потому, что у него страдает определенная часть тела, которой он кушать не может, либо это пациенты, в данном случае уже получавшие какую-то химиотерапию, это пациенты в большом проценте случаев имеют огромные открытые раны, низкий уровень гемоглобина и хронические обструктивные болезни легких. Пожалуйста, нужно правильно оценить состояние пациента. Светлана Игоревна в двух словах сказала об этом. Я хочу на этом акцентировать внимание. Сейчас очень большой вброс такой онкологов идет в стране, и молодых в том числе, и неопытных. Пожалуйста, наша задача оценить правильно состояние пациента. Как правило, эти все пациенты истощенные, большой процент их имеют рахиостому, большой процент не могут питаться самостоятельно и питаются через зонд. У них курильщики, либо это злоупотребляющие алкоголем. Отсюда опять же идет проблема с весом, с органами дыхания и так далее. Поэтому этих пациентов нужно адекватно оценить. Обязательно нужно оценить функцию почек, печени. Опять же, часто в анамнезе пьющие люди у них могут быть циррозы, вирусные гепатиты в анамнезе. Соответственно, у них есть практически у всех электролитные нарушения, нейропатии обязательно уже на входе. Но надо не забывать, понятно, здесь мы говорим про пожилых, но про фертильность тоже всегда напоминаю, потому что люди фертильного возраста должны быть предупреждены о том, что могут быть нарушения дитороидной функции. Обязательно нужно оценить, какие еще препараты пациент получает. Я вчера говорила о том, что мы очень много препаратов смешиваем одновременно, очень часто, не интересуясь, чем пациент лечится. Но у них еще и, опять же, электролитные нарушения, и нарушения уровня глюкозы могут быть на фоне состояния. Это принципиально важно. А мы же капаем цитостатики или иммунотерапию. Я хочу обратить внимание на то, что иммунотерапия, которая вроде как легко вводится, раз там три недели, недлительная капельница в течение получаса. Но это терапия, имеющая свои осложнения. К цитостатикам мы вроде как привыкли, но этих пациентов нужно дополнительно обследовать. И нашими сотрудниками разработаны рекомендации по обследованию пациента перед проведением иммунотерапии и по наблюдению за этими пациентами во время проведения иммунотерапии. И эти пациенты должны наблюдаться не только в момент, когда мы их лечим, но еще в течение как минимум полугода после окончания лечения. Огромный объем обследования. Пожалуйста, обратите внимание. Нужно обратить внимание на эндокринологическую составляющую этих пациентов, на кожную составляющую этих пациентов, на их заболевания и по возможности вылечить до того, как мы либо хотя бы как-то компенсировать это состояние, до того момента, пока мы начнем им проводить специальное противоопухолевое лечение. Обязательно тщательно собрать анамнез. Нам нужно понимать, надо помнить, мы лечим больного, а не болезнь. Мы лечим больного. Нужно знать все его сопутствующие заболевания, нужно выполнить комплексное обследование и нужно понимать его функциональные резервы. Я просто перечислять не буду, я просто показываю о том, что это все еще рекомендации до начала лечения, которые должны быть выполнены до того, как мы начали проводить иммунотерапию. Ну и когда мы проводим иммунотерапию, то проводить мы ее тоже должны правильно. Вчера я уже говорила, показывала несколько листов, как мы лечим пациентов. Обратите внимание, ну вот здесь процедурный лист, конечно, это меланома, но все-таки там иммунотерапия. Не нужно назначать глюкокортикостероиды при медикации перед иммунотерапией. Нужно понимать, как мы вводим препарат. Если в инструкции написано, что конечный объем не должен превышать 160 мл, то 500 мл, почему мы налили? Нужно уже объяснить, если были такие мысли, или они вообще не нужны. И если мы вводим препарат, то мы должны обязательно разведение указать, а не писать, что мы вводим в вену концентрат. И прямо в инструкции к препарату написано, что ограничением к применению данного препарата является тяжелое иммунное заболевание. И, например, неволумаб может вызвать тяжелые, в том числе с летальным исходом, побочные реакции, влияющие на иммунную систему. Поэтому не нужно думать, что когда мы назначаем иммунотерапию, то эта терапия легче, чем цитостатики. Это хорошая терапия с очень хорошим эффектом и в большей проценте случаев хорошо переносящейся. Но нужно помнить, с какими пациентами мы имеем дело. Ну и я напоминаю вот этот слайд о том, что мы пациентам ослабленным еще проводим, нам рекомендуется, и действительно всегда страдаешь, когда не можешь назначить пациенту лечение. Это очень тяжелый шаг. Когда ты отпускаешь на симптоматику, то есть действительно проговариваешь в голове, ты все придумал, ты все сделал, все, что мог, ты использовал. Вот обратите внимание, пожалуйста, что очень часто у нас терапия проводится еженедельно, еженедельно, еженедельно. А еще напоминаю фразу о том, что терапия проводится до прогрессирования. То есть это могут быть месяцы и годы. И осложнение от цитостатиков. Про иммунотерапию мы поговорили. Осложнение от цитостатиков. Кожная токсичность, тромбоэмболия, экстравазации, мукозиты. К ним тоже нужно быть готовыми. И это, вы знаете, нисколько не лучше, чем иметь вот такую вот язву на голове, кровоточащую и разлагающуюся. Если еще добавляются вот такие осложнения, то пациент и легко откажется от нашего лечения. Поэтому один из вариантов, например, предотвращения таких осложнений, ну, мы говорили, я вчера говорила на своей презентации, как мы лечим тошноту и рвоту, к сожалению, неправильно, например. Да? Но вот сегодня хочу немножко поговорить о том, что у нас существует... Мы до сих пор, к сожалению, очень часто пациенты капаются или им просто вводятся на игле. Ну, катетер, внутривенный катетер – это самое простое, что мы можем предложить нашим пациентам. Только нужно понимать, что уже во всем мире давно золотым стандартом является имплантируемая портсистема. Показания для ее применения, особенно у этих пациентов, огромные и забор крови, и питание, и регидратация, и тем более проведение противопухолевой терапии. Особенно, если мы вынуждены этих пациентов капать буквально каждую неделю в течение нескольких лет. Ну, и такие наши приспособления, наше устройство, они позволяют жить нашим пациентам. Это же личность. Существует такое определение качества жизни, и согласно определению ВОЗ, этот термин охватывает как физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоровье человека, основанное на его восприятии, своего места в этом обществе. Мы, врачи, онкологи, люди суровые, и мы боремся за жизнь, и как бы нам некогда сопли распускать. Но нужно помнить о том, что это люди, это чьи-то родственники, это страдающие люди, и помочь им – это наша задача. И на самом деле мы, вот Татьяна Юрьевна уже несколько раз сегодня говорила, я хочу показать все-таки обложки этих. Мы, правда, стараемся всеми силами помочь и врачам, и пациентам в ловле этих осложнений, в их коррекции. Методические рекомендации, которые, ну вот, часть из них – это второе переиздание уже дополненное, мы добавляем информацию какую-то, одни методические рекомендации, новые совершенно для того, чтобы мы могли правильно лечить пациентов. И у нас есть очень хорошая команда, 12 лекторов. Мы создали цикл для практических аспектов проведения противоопухолевой лекарственной терапии для врачей и для медсестер. Мы его записали на видео в условиях нашей ковид-эпидемии. Через небольшое время, я вчера общалась с нашим учебным отделом, он уже выложен на сайте, это НМО-цикл. Через некоторое время, я надеюсь, в ближайшее время, в новом году точно, можно будет обучаться онлайн. Мы всеми силами стараемся еще раз помочь и врачам в регионах, и нашим пациентам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok